И снова здравствуйте, дорогие мои. Одинокая посылка. Сделано это специально, потому что достаточно интересный набор находится внутри. И думаю, он вполне достоин отдельной распаковки. Ребят, я сначала подумал то, что мне вообще кирпич прислали, да? Здесь должна была быть камера. Камера, как правило, находится в упаковке. Ну, судя по фотографиям, во всяком случае, она находится в упаковке. Я сразу к камере брал кейс. И вместе с кейсом я брал набор, в котором присутствует дополнительный аккумулятор. Вот такая палка для себяшек. Кстати, вот относительно палки. Ну, на самом деле, очень хорошего такого качества. Прорезиненная ручка. Ну, достаточно достойная палочка. Давайте пробовать смотреть, что у нас в итоге здесь есть. Не совсем знаю, хорошо это или нет. То, что отсутствует упаковка. Наверняка мне что-нибудь там либо возвратное судить, либо что-нибудь еще в этом духе. Ну, да. И ладно, разберемся позже. Салфеточка даже есть. Значит, кейсик этот мне очень даже нравится. У него есть ручка, он застегивается. У него все можно удобно положить, взять с собой. Так, значит, разнообразные крепления. Ну, вот это, судя по всему, для велосипеда. Защелочка какая-то. Адаптер для зарядки. К сожалению, на... А, нет, здесь обозначено 0,4 ампера. А вообще однушка. Ну, стандартный 1 амперник. Стандартный 1 амперник. Нет, какие-то липучки. Липучки нас не интересуют. Уходи назад. Для безобразия. Простенький адаптер для зарядки. И, соответственно, запасной аккумулятор. При этом, ну, зачем он клал его в полиэтилене, чтобы он в нем дырки сделать. Не знаю. Очень много разных, разнообразных держалок каких-то и прочего-прочего. Даже не знаю, для чего они нужны. Кабель, соответственно, microUSB. Вот интересный девайс. Да, почему я выбрал эту камеру? Потому что у нее, ну, а, максимальная комплектация за разумные деньги. Б, мне видео, когда я смотрел, сравнение одной камеры с другой. Ну, вот у нее понравились даже побольше. Значит, есть у нас беспроводной пульт. И, соответственно, к нему где-то... А, вот он. Вот он к нему. Держалка на руку, липучка. Соответственно, с него можно будет фотографировать, либо снимать. Ну, видимо, надо за... Ну, смотрите, здесь обозначено, что и с чем, как использовать, во что, что превратиться. Также про настройки и так далее, и тому подобное. Значит, вот у нас сама камера. Вот все-таки вот я не знаю, то, что вот он не положил упаковку. Это плохо надо с ним ругаться, да? Розничная упаковка. Это, ну, достаточно важная часть. Или это хорошо? Потому что вот, что меня смущает, это вот, видите, вот этот вот полиэтилен. А надо понимать, китайцы в него упаковывают все подряд. То есть вот в такой полиэтилен они упаковывают любые бушные вещи, которые они продают. То есть достаточно велика доля вероятности, что это... ...бушная камера. А где-то у нас как раз алфеточка была. Вот она у нас. Так, давайте поступим к следующему образом. А то меня в прошлый раз ругали на эту тему. Я сейчас открою инструкцию, посмотрю, как все это дело разбирать. И мы снова вернемся. Не нашел я, как это делать в инструкции, но понял то, что все до безобразия просто. Вот таким вот образом у нас открывается аквабокс, так называемый. Это приблуда, которая нужна для того, чтобы снимать под водой, не затопив камеру. Вот так вот он закрывается. Значит, в нашем случае Yekin, по-моему, камера. Что-то там RJ, не RJ, не совсем помню. Но я понял то, что я хочу одну из трех камер. То есть, это был вариант Yekin, это был вариант Xiaomi, и это был вариант SG-4000. Что-то такое. Не совсем точно помню. Остановился я на Yekin, потому что здесь максимально богатая комплектация за разумные деньги. Здесь у нас и Wi-Fi, и чего только нет. То есть, вот прям вот рожа, кожа, ШИК с надрывом. Требует он карту памяти, до 32 гигабайт поддерживает, и карту он хочет как минимум 10 класса. То есть, вот в моем случае у меня были обзоры. В основном я использую в телефоне карту второго поколения, микса, туахоловскую. В данном случае это карта третьего поколения, и она точно должна без проблем их где тут вставить-то. Вот так вот она вставляется. Маленькая, прикольненькая камерка. Вот здесь у нас прячется аккумулятор, запасной у нас есть. Давайте ее попробуем. Вот видите, сверху лампочка зажглась, лампочка, она символизирует, что камера включилась. Да, вот наш экранчик. работает, видите, снимок сделала. А вот так, бах, включилось видео. С кнопочки все работает, все хорошо. Давайте я сейчас разберусь, как в настройках установить нужное мне разрешение видео. установлю эту камеру на штатив, и мы немножко поснимаем. Немножко разобрался я, как заходить в меню. Значит, в нашем случае мы сейчас видим, что у нас есть следующие режимы, 720, 120 кадров в секунду, 2,7К, 4К, ну и вот, собственно говоря, наверное, самый интересный режим, это 60 кадров в секунду, 1080. Его мы, наверное, выберем. Можно выставлять экспозиции, прочие вещи. Кстати, вот язык, например. Ох ты, ребятки, представляете, есть русский язык. Это же вообще просто чудесно. Правда, переведен он власть, чистота. Переворот экрана, скринсейвер, энергозабряжение. Ну, вот версия, наверное, будет интересна, да? экшн-кам, h9r, ну, такая вот у нас версия стоит. Давайте, значит, я сейчас все это дело поставлю, и мы поснимаем. Ну, смотрите, в данный момент я поставил камеру на штатив, смотрю в экран, и вижу то, что так называемый ребеглаз, судя по всему, происходит, потому что мой прямоугольный стол, да, стал выпуклым. С одной стороны, это, наверное, не есть хорошо, не есть правильно, с другой стороны, ну, это в первую очередь все-таки экшн-камера, да, и в нее максимально, максимально много должно попадать в обзор. Я думаю, ну, вот так вот на штативе это, конечно, наверное, весело и интересно, видите, прям вот эффект рыбьего глаза. Прям вот вблизи снимать это, конечно, неправильно ею, ею снимать нужно какие-то там панорамы, не знаю, что-нибудь на ходу. Не знаю, сейчас отключилось, это, выключился экран и все снимает или нет. Да, это просто экран погас, да, энергосберегающий, судя по всему, режим происходит. Значит, я сейчас, что сделаю, я возьму сейчас эту камеру, поставлю ее на палку для себяшек и попробуем посмотреть в окошко, что из этого получится. А вот так вот сейчас кнопка. Значит, все-таки интересно мне вам показать процесс сборки, да, то есть в данном случае вот это у нас открытая держалка и открытая держалка будет крепиться с помощью вот такой вот ерунды. Тут очень-очень-очень-очень много разнообразных креплений, прям вот очень много, поэтому вы сможете прям вот абсолютно как угодно к чему угодно все это дело прикрепить. Смотрите, еще что в плюсе, да, все это дело можно прям вот как надо. Я палками просто такими не пользовался, поэтому сейчас я все это дело закреплю и мы посмотрим, как все это дело снимает. Ну, вот так вот мы начинаем съемку. Можно посмотреть сейчас нажал кнопку, попробовал щелкнуть снимок, произошел снимок или нет, не знаю. Давайте попробуем другое окно. значит, ребят, есть у меня все-таки некоторые какие-то нюансы, вот страшно мне держать телефон в этой палке для себя, шик, ну, в данном случае это не телефон, в данном случае это экшн-камера, но вот оно как-то будет, такое ощущение, что сейчас все это дело выпадет, упадет, разобьется, резкость у него примерно вот так накладывается, значит, что было бы интересно, мне было бы интересно услышать от вас какие-то пожелания, что вы хотите, чтобы я с помощью нее протестил, ну, так, в аквабоксе, например, насколько громкость тише, не тише становится, да, интересно, неинтересно, а вообще, в целом, я посмотрел, сейчас очень занедорого можно слетать на Гоа, я изучаю сейчас этот вопрос, вполне возможно, там, через неделю другую спиртанул и смогу сделать полноценный тест-драйв для этой камеры, да, поэтому, если вдруг не будет долгое время видео выходить, это вполне возможно, я отдыхаю, вот, это вполне возможно, я отдыхаю, поэтому, значит, ребят, однозначно, стучимся ко мне в ВКонтакте, либо оставляем комментарий здесь, что вы хотите, чтобы я протестил на этой камере, ну, соответственно, такие шутки, а я, там, ударю об нее кирпичом, дважды посмотрим, выдержит или нет, это, конечно, прикольно, да, но, вот, я ей хочу пользоваться, мне она интересна, засим, думаю, пока, все, вполне возможно, скоро закажу еще камеры похожие, для того, чтобы сделать сравнительный обзор, ну, и, не знаю, даже, что сказать, как тут у меня потерялись мысли, ну, да и не суть, до скорых встреч, видео.